так друзья давайте здороваться что ли окажется не все отключили компьютер когда мне сапронов антон валерьевич сообщил что среднее время просмотра 40 минут а мы с вами разговариваем около 3 часов с периодами получается начинает одни продолжают другие а заканчивая 3 до вряд ли кто выдержит если средняя 40 но я с другой стороны ничего не успеваю к делать юбинары по 40 минут это мы не закончим только развитие 2020 году а мне столько не прожить меня нагадала гадалка 708 лет осталось 7 так смотрим 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 все ли посмотрю есть новички есть раз и фамилии не о чем не говорят ладно давайте здороваться там написано еще 9 ладно алексея виноградов а здравия еще раз говорили 7 награду мой выдающийся помощник когда-то когда мне опустились руки он мне прислал выборку 96 сайтов украли мои фотографии и когда я понял так что все таки признание пришло а потом он меня еще и научил как находить свои фотографии на чужих сайтах оказалось их то ли 200 или 300 это все россия вся россия за ним мы садовая ночь за этим занимается мошенничеством или современная день свое собственно дерьмо с красивыми фотографиями отжилизоват или с виду неплохие эти самые саженцы но с юга стоит тотором извините это не тоже отвлекаясь я к нему подхожу помните фотографию чуть-чуть промелькнула вот чуть выше несколько минут назад да вот у него с той стороны саженцы и с этой стороны а он посередине вот как в ловушке я верну и что тут торговать до 2 саженца продал я ради этого врага чтобы заполнять два саженцы смотрите вон ведь это и крымские а я же въедливо я подхожу и говорю ребята откуда саженцы местные смотрит ним глаза да вы знаете я вместо всех знаю где ваш питомник и вдруг он говорит деревня халы а каллы таки отра 8 от саяногорска да ну туда в горы там холодно за каждый год там за 40 каждый год какие к черту черешни какие к черту персики какие к черту абрикосы каждого и я бы знал а я же летописец пусть там этот на меня там навешал всякой грязи но дело в том что я прежде чем свое говорить я побывал десятка садов я рассказал статья фирмы про каждого великого садовода вот про левицкого про сошникова про жестовских про боднара про чижика про бородича представляете современники наши тоторо филиппев вот через этот самый чернобаев про всех никого не забыл везде фильмы снял везде показывал великолепно это я то который якобы вознесусь про каждого это лучше абрикос это лучше сливы это лучше персики это лучше что лучше 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 никто меня не может упрекнуть так но я должен был для этого везде побывать везде понимаете везде 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 это мне в заслугу надо поставить вот и вот с чему мы пришли мы пришли к тому что все сумме их собрать всех этих людей нужно ну пусть государству премиум на 10 на 20 разделить поставить памятник те кого уже в живых нет но этого никогда не будет церковь почему я клоню а мошенники меня признали именно меня сердцу почему лучше фотографию меня не взятого часа вот уже старский великолепный шалах абрикосов великолепно мне его нету уже старских когда я видел но как называется на выставке это самое их мраморную грушу я чуть крышу не снесла у меня таких примеров десятки и обязательно про них рассказывать про них не про себя вот мне сейчас нету с того дерева у них этого черенка это ну просто не успеваю вот это даже не смог попросить и шалаха у меня нет это лучше украинский сорт абрикосов и так далее а мошенники меня признали и за это я благодарю алексея виноградова я узнал что меня это вся садоводческая россия халтурная мошенническая меня признала благодаря моим фотографиям бухтияру приз казахстана калинина добрый день юрий железов брат привет кстати благодаря брату благодаря брату нет это уже не твоя работа эта студентка мне помогает с этого с этого вот она вот это ты вот эти фильмы снял оформил до черенки животворящие а персики на просторах россии уже 2 серия снята эта девочка студентка из абакана подрабатывает вот таким путем идем дальше я не туда заехал а вот сюда так подольская хабаровск привет казачинская привет александр выборг в этом в это а как при вечеринок когда . на путь на почке а я с таким сталкивался ну-ка посмотрим что вы здесь нам прислали что за ссылка а вот как то это нормально это еще ничего вы бы видели как я файлу плевал их плакал там почка на почки но почки огромные были вот и так я понимаю так что вы хотите срезать отсюда черенок на прививку наверное это черешня вот ну бывает дюки вот с такой с такими листьями люки это вишечерешню гибрид вот но значит берете как вот эти почки не полноценные я на всякий случай целиком говорит целую лекцию вот эти нижние это так называемые спящий выигрыш от него возможно в этот спящий отстегивать это оставляем 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 вот здесь отрезали почему так низко лучше бы повыше но вы хотите иметь полноценный черенок на прививку и вот как раз получается вы здесь самые густые густые видите но тем не менее у вас получается допустим пара почек попадет под нож допустим косой средства здесь будет пара почек исчезнет навсегда то есть здесь вы отрезали вот эти три нижние оставили на развитие полноценное ростовой дерево пойдет вот так на здоровье теперь вот здесь у вас получается косой средств а вот эти вот раз два три вот здесь отрезали ну и что я не вижу никакой трагедии трагедии заключается в том что срез должен быть длинный примерно соотношение толщины и длины 5-6 к одному тогда лучше как назовем это так мы не научим слов тогда прилипает прилипает лучше и более пластичный чем короткий срез и такая сильная обмотка и тогда все при получается вот нормально потом пройдет вы даже замечать не будете ночью попала . попад подсереждаются 8 не попала и ладно посчитали две ну здесь на 1 густо внутри оставить потом следующий легче пойдет вот эти под срез вот здесь у вас получится еще одна прививка раз уж отрезали вот тут вот раз два три вот тут вот следующие дни выбрасываешь такой добра вот здесь следующая прививка получится а если уж совсем жадно это еще одну вот тут вот сможете мало не вижу никакой трагедии совершенно нормально потом сами увидите как они легко и просто это как они легко и просто прививаются почему потому что наросты небольшие и вот это вот искривление вот это вот если взять вот такой вот это получается срез длинный вот он немножечко какое-то искривление будет я считаю порядке вещей можно не обращать внимание идем дальше так возвращаемся где вы были не тут вы были сейчас обрежу вот таким длинным путем возвращаемся назад так смотрим дальше смотрим дальше так здорово 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 как куда а вот наша это в общем как мог ответил ну так не получается вы заметили что я привык десяток фотографий подробное объяснение как мог александр но вы со своим выборгом в этом это дожди это при байкалье войны байкаль а при балтийское место там трудно вырастить так нижний новгород привет свинина это архангельская область привет вы тогда удивили своими фотографиями правда это прошло два года пока не удивляете почему-то казаков привет яковлево нижний новгород привет вот шелепа всем доброго вечера курган привет ирина полтовец привет а я вам кажется посылку с черенками вышел ничего не путаю багринца виталий тоже посылку вот знаете минуточку привет салтая начинающим я ничего багринца это это самое вы неправильно написали у самора я не мог спутать мы с вами дружим много лет привет садоводов самора так и пишите по моему вы это под вечером у вас уже поздная ночь разница три часа скорее всего это вы ошиблись не я багринца виталий всю жизнь жилку там прислал мне ой вы знаете у нас время позволяет а ну-ка 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 сейчас я вас разоблачу перед всеми а это чего я люблю хвастаться друзьями у меня никаких сил не хватит ну-ка так свежие письма посмотреть не будем так вот он виталий багринца попались куда делись куда делись куда делись фотки открылись все они от ниже смотрят все равно похвастаюсь но только быстро вот все такое причем все таки вы гражданин багринца не салтая это вы ошиблись не я первый раз жизни я со своей памятью не ошибся давайте я похвастаюсь вами можно это мое любимое занятие никогда не заношу себя вот скажите видали я хоть раз с вами через губу разговаривал а посмотрите на эту красоту вот он мне только писал а мне некогда было с этим даже перенести вы на вебинар и черта не успевает больше отбрехались от таких как этот позинский персики 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 ну дальше видимо это уже не по тем так доклад окончен возвращаемся к себе так поехали итак гражданин багринца вы нас запутали вы живете на амуре так евгения викторовна москва привет наталья москва привет у отенкова шелковица да у него есть шелковица но мы как то знаете мы сильно были заброшены так что мы не смогли полностью сделать два одинаковых коллекции у него свои этих академики вот такие а у меня свои академики вот такие мои тоже были вот такие на их передел а он взял у него была другая вы знаете мы не провели последний самый важный телемост своей жизни мы должны были соединить для того что не стыкуется он за сохранение форм пол они уникальны эти формы как вам сказать там вот посмотрите поверите высокие бывает абрикосы он хотел сохранить я говорю я не хочу сохранить пусть будут мельче пусть будут другие или пусть будет больше ну вот так так два таких вот это ненормальных сошлись оставаясь искренними друзьями поэтому что получилось где вы упомянули сейчас лутенкова шелковица и у меня шелковица мы не обменивались шелковица мы не обменивались агротехникой селевошка всем здравствуйте привет сергей спасибо за поддержку как вы меня выручили в прошлый раз но и все время один один а тут сергей сергей взял и заявил вот здесь вот и не только здесь а там на той странице чем больше режешь не просветляешь еще загущаешь а я писали под него под его комментарии сегодня еще и фотографии подобрал добрый вечер санкт-петербург иммунитет как у дерева повесить не трогать его смотрите в двух словах это я ответил не трогать его но вначале она должна вырасти на месте понимаете что сенсация произошла ваулин исполняющий обязанности директора института доктор наук выросил мои сердце и получил уникальный урожай абсолютно здорово без опрыскивание без полива без без все вот так контрольная не дали ничего там были не тут по 40 килограмм среднего там кроме а соседи на учреждении тоже дали не килограмм из дерева например 300 грамм 500 с дерева а у него 40 килограмм вы чувствуете разницу в этом между граммом килограмм какая-то 100 или 1000 даже вспомню 100 грамм килограмм или тысячи у меня крыша высоких ой ёлки все первый раз жизни я лучше математик школы номер 7 город одна есть как победитель олимпиады но вспомнить грамм это 1000 килограмм тысячу так вот в тысячу раз больше почему иммунитет он их не трогал но еще и деревья привиты их надо довести до ума например по двое выдержит 50 а вы привили а он при 20 замерз или вообще не пошел как же так а нам нужно чтобы он будучи жителям юга для чего его на украину есть а то вот железо все это нахапал я езжу на украину я привожу у меня получается прибавка в весе и выдержит согласно мороз а по теории то на украине и удержит согласно если на украине сделать согласно мороз там будут у них был случай лет 15 назад было страшный морозе до 30-35 у них погибли практика там же фермер там эти колхозы были уничтожены а фермеры продолжали это делал кого-то тысячу через что он продает плоды у кого-то тысячу там грушку кого-то ну то есть и речь шла о серьезных больших усяцка у кого-то там и все же было бы через высад подошли общался тот гости не помню фамилии не помню у кого-то полностью был уничтожен через высад аномальная зима а тут в сибири растут не помирают видели фотографии с грибами но живы а вот получается так что прибавка чтобы она выдержала не 30 а 40 она вот такой нужно надо чтобы иммунитет был а иммунитет достается только когда подвой приводит достигать стопроцентной биологической совместимости то есть два дерева по двое прививка у земли никакой скелетный знаете как скелетные прививки по двое уничтожает прям как орехи щелкает только те кто рекламирует этот способ они этого не знают потому что они друг у друга переписывать сами никогда прививки не делали или говорили у земли нельзя там холодно делайте скелетную прививку на высоте метр тире два вот там то они гибнут только так я проверял не на одном на сотнях на тысячах прививок я проверял скелетные прививки можно приводить только у земли . это должно стать если максимум максимум это по крайней мере она должна стать битом голову уже как слова забыл хотя я сто раз проверял слова 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 я устал да у меня провалы памяти не аксиома а ну а ты потом вспомню это должно стать реальностью прививки у только у земли и тогда весь штамп это привитое дерево и она не дает себя уничтожить когда от подвоя от хозяина остается только низ корни и вот столичка штампа и тут она не может выпнуть уже скелетом прививки вот так и вот получается тогда и мы достигаем нет ни идеальной биологической совместимости нет не иммунитета сто процентов но хотя бы шанса привитые деревья гибнут чаще не привитых это коллега особая работа а этот как тебе вазинский вот этот мерзавец железа придумал особую работу цене метра отсюда те самые посмотрите это моим подгорели я шею не придумал там же фотографии там с детьми с родственниками со мной этого мне в навороны интернете так поехали и так иммунитет без такая что я сказал только двух словах а тема огромная а как а было слово то повысить надо не повысить если дерево уже растет его можно повысить только тем что она допустим сопротивляется невзгодом она сегодня у меня был звонок и чек рассказал ну что мне делать у меня же там глинистая земля листа как быть постепенно дерево а уже сидит деревья все плохо растут постепенно дерево насчет под себя она мог погибнуть вот почву перестраивать по себя почву не плюс не подходите секатор вот коротко